АПЛОДИСМЕНТЫ Удлинители электрические для туристов. АПЛОДИСМЕНТЫ Пенопласт для протирки стекол дома. И, наконец, принтеры струйные с длиной струи 7 метров. Крупные заголовки из последнего номера. По новым правилам русского языка можно писать Министр образования Фурсинка. ЕГЭ. Нафиге? В Москве лежачий полицейский 3 часа удерживал пьяного преступника. В Москве наркобарона задержали 2 ментамаркиза. В Иваново мужчина забеременел все женское общежитие. Кто лучше в постели? Незнайка или Тарапунька? Мненькие, кнопочки и комментарии Знайки. В Москве милиция ищет хулигана, написавшего на тротуаре перед налоговой. С добрым утром, любимая. Сомалийские пираты просят пока не присылать к ним новых кораблей. В Нарьянмаре писающий мальчик спас мальчика, лизнувшего качели. РОССИЙСКИЕ КОНДИТЕРЫ В ШОКОЛАДЕ. РОССИЙСКИЕ СКОТОВОДЫ НЕТ. А теперь эти же новости в чуть более подробном изложении. Новости от журнала «Красная бурда». Наконец-то распараллелены телефоны прачечной и Министерства культуры. Осталось решить вопрос с фигачечной. В Госдуму внесен законопроект о порядке внесения законопроектов в Госдуму. Однако внесенный в Госдуму законопроект не был принят к рассмотрению из-за нарушения порядка внесения законопроектов в Госдуму. Ряд законопроектов были внесены не в том порядке, что внесло беспорядок в работу Госдумы. Два пассажира, пообедавшие шаурмой в одном из ларьков, сегодня аварийно сели прямо в аэропорту Месоедова. В Москве снегоуборочная машина по ошибке убрала с обочин 15 тонн авто. О спорте. На очередных соревнованиях по прыжкам в воду наши спортсмены предстали во всей красе, за что и были сняты соревнования. Первое место на Кубке мира по санному спорту занял российский зритель, случайно упавший в жёлоб со своей фанеркой. И последняя новость из разряда. Это любопытно. Оказывается, каждый час в России бросает курить один человек, а именно Маурин Владимир Алексеевич. Свежие письма из нашего почтового ящика. В подъезде нашего дома кто-то постоянно выкручивает лампочки, и жильцам приходится гадить в темноте. Не могли бы вы осветить этот вопрос со страниц вашего журнала? Все газетчики – проститутки. Вот такая у меня родилась рифма. Дарю вам её для поэтической страницы. Всё реже и реже публикуются в вашем журнале порнографические картинки. Очень обидно нам. Зачем мы фотографировались? Чтобы потом найти это всё в интернете, на платных сайтах? Мы хотели славы, известности, а вы нас обманули. Коллектив цеха номер 5 Екатеринбургского текстильного комбината – участники конкурса «Бригада года». Неделю назад я пожаловался в вашу газету на нерадивых работников ЖЭКа. Большое спасибо, что отреагировали на наш сигнал. Вчера в ЖЭК пришли ваш корреспондент, водитель и корректор. Все трое пьяные, как и положено. И, как следует, отметили ли начальника, бригаду слесарей и электрика. Огромное спасибо вам за помощь. Нам, пенсионерам, с ними бы не справиться. А вместе мы – сила. Вот такой вопрос. Почему все туалеты только мужские и женские? Вчера целый день бегало и никак не могло найти туалет. Жан, а попка – сексуальное меньшинство. Как при покупке отличить настоящий диплом юриста от поддельного? Спрашивает нас Аслан Маздаев, будущий юрист из села в подвал Юрк. Уважаемый журнал, вот такой вопрос. Я живу в труднодоступном высокогорном месте. И мне уже три года не доходит пенсия. Срываются и гибнут почтальоны. Деньги мне не нужны, магазинов тут нету. Но дело же в принципе. Я многодетная мать. У меня пять детей от первого мужа, шесть от второго и еще сколько-то от меня. Скажите, сколько всего у меня детей? Это у меня всего два класса образования. И последний вопрос. Скажите, нужно ли идти с повинной в милицию, если мою тещу Серафиму Филипповну все равно никто не ищет? А тесть мне еще и пузырь поставил. Ну а заканчивается наш журнал, как правило, рекламой и объявлениями. Несколько коротких рекламных объявлений. Печи, камины. Кладу семь-восемь дней. Потом берусь за работу. Предлагаем дома, бани из оцилиндрованного и аппараллелепиженного бревна. Кладу в печи камины, печи на камины, камины на камины. Просто кладу в камины. Или на камины. Выделенный высокоскоростной водопровод в вашу квартиру. От надежного водопровайдера. Качай 100 мегалитров в секунду. Нужен теплый пол? Приду и посижу, где скажете. Профессиональный батутист. Разместит вашу рекламу на стенах высотных зданий. Продается пианино-элегия, БУ. На крышке небольшая трещина от топора. Аптеке номер два. Срочно требуется опытный фармацевт, а не это чмо. Охранные услуги. Или там избить кого-нибудь. Интеллигентная семья продаст двух фортепианов, пять польт, одну роялю. Мешаются в калидоре. Тату на ягодицах покажу. Стриптиз-клуб приглашает на работу гардеробщицу. А дальше как пойдет. Роем траншеи любой длины и профиля. Недорого и быстро. Обращаться в войсковую часть 10-130. Спросить старшину Абдулаева. Принимаем заказы на убийство старшины Абдулаева. Обращаться в войсковую часть 10-130. Спросить любого. Надоело спать одному? Приходи на ЖД вокзал. Не можете выбрать между Лексусом и Мерседесом? Да будьте вы прокляты российской партией пенсионеров. И последнее объявление из этой подборки. Камины, сауны, дымоходы. Нас хрен поймаешь.